Приветствую вас. Я бы, наверное, согласился больше с первым экспертом, самым, который ответил на ваш вопрос, в том, что, вообще говоря, о мучении очень важно понять, почему вы лгали, что заставляло вас лгать, какие у вас, например, были мотивы, чего вы хотели и так далее. То есть, условно говоря, нельзя простить, невозможность простить связана с тем, что человек не понимает. То есть, нет понимания того, почему произошла та или иная ситуация, ну, например. И из-за отсутствия понимания человек обижается, потому что ему, например, кажется, что вы, допустим, поступили определенным образом потому, что он сделал что-то плохое, или потому что он что-то не понял, или потому что он плохой, недостаточно хороший для вас и так далее. Понимаете? То есть, человек не понимает, чем обусловлена ваша реакция, ну, вот такая ваша реакция. И если вы дадите ему возможность понять, чем она обусловлена, если вы дадите человеку возможность понять хотя бы для себя, почему вы поступили именно так, а не иначе, то это уже полдела. Мужчина может простить, если действительно для себя увидит, убедится, что вы также сожалеете, что вы очень сильно сожалеете, например. И вы не просто сожалеете, а больше никогда, например, не повторите то, что сделано. То есть, получается, что для того, чтобы вас мужчина простил, нужно несколько условий. Первое условие – это понимание того, почему вы так поступили, хотя бы для себя. И донесение этого факта до самого мужчины. Чем оно будет искреннее, чем оно будет естественнее, чем оно будет ярче, тем лучше будет для мужчины. Ему будет понятно, что вы раскаиваетесь, что вы ошибались и что вы так больше не поступите. При этом важно понимать, что очень часто в таких вот случаях мужчина говорит, вот докажи мне, что, например, ты изменились. Ну, допустим, то есть вам он предлагает, как бы доказывать ему, что вы так больше не поступите. А вот от этого женательно, ну, как-то, знаете, абстрагировать. Почему? Потому что данное поведение, хоть и продиктовано изначально реакцией мужчины на ваш проступок, все же является манипуляцией. Ну, осознанной или неосознанной – это не столь важно, но является манипуляцией. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были хорошими, чтобы они были, ну, как бы, качественными, чтобы они были равноправными, то вот этого, то есть манипулирования быть не должен у вас. И тогда не сложно догадаться, что либо мужчина вас прощает, видит, что вы искренне раскаиваетесь в том, что сделали. И вы начинаете, например, совместную жизнь, ну, условно говоря, заново. При этом вы говорите ему, при этом вы доносите до него свои желания, свои потребности, чтобы он понял, что именно вас не устраивает, что именно вам не нравится и так далее. Он вас прощает и вы живете новой жизнью, либо он не может простить всего ряда причин, и тогда вам нет смысла унижаться перед ним, вымаливая прощение. Если вы унижаетесь, вымаливая у него прощение, это, к сожалению, создаёт как раз благоприятную почву для как раз-таки манипулирования, для манипулирования с его стороны, осознанного или нет, не столь важно. Важно, что есть манипулировать. И дабы исключить это из вашей жизни, дабы убрать это, ну, очень желательно, чтобы вы сами вели себя соответствующим образом. То есть, чтобы вы в любом случае сохраняли своё достоинство, чтобы вы в любом случае знали, чего вы достойны и чего вы делать не будете. Знаете, если ваша ложь, если ваша измена – это ошибка, то ошибку всегда нужно исправить. Как бы там ни было, ошибку всегда можно исправить. Да, иногда для этого, безусловно, нужно много. Да-да, для этого нужно действительно постараться, иногда для этого нужно время. Мужчине самому, например, нужно время. Но это можно сделать. Можно сделать, если у вас есть на это желание. Но если вы сами для себя, ведь вы подумаете, вас же что-то заставляло лгать и вас что-то заставило изменить мужчине. И давайте вот просто подумаем. Что это может быть? Ну вот, а как так получилось, что вы изменили? Как так вышло? Что-то вы, там, недополучали с мужчиной. Что-то он вам не давал. Что-то вы не могли от него получить для себя, конечно же. И вопрос. Ну вот, допустим, он вас простит. Допустим, вы станете вновь вместе, вы будете вместе. Хорошо. Ваша потребность, та самая потребность, которую вы не смогли удовлетворить. Она уйдет? Она исчезнет? Вы научились правильно удовлетворять все ее? Вы научились, как бы, выражать, верно выражать ее, эту свою потребность? Вот в чем вопрос, который вам нужно разрешить для себя. Потому что, если на этот вопрос у вас будет отрицательный ответ, то вам не имеет смысла, никакого не имеет смысла вам тогда пытаться, условно говоря, вырвать или добиться у мужчины прощения. Потому что все равно у вас останется неудовлетворенность. А вы будете только лишь испытывать по-прежнему неудовлетворение и повод для того, чтобы повторить свои действия у вас будет. То есть вам нужно решить, по сути, дело для себя. Следующую важную дилемму. Либо вы принимаете свои желания, принимаете их такими, какие они есть, и пытаетесь удовлетворить их мужчиной. И это является верным, правильным и так далее. Либо вы понимаете, что ваше желание осуществить невозможно с мужчиной, с данным мужчиной. И вы стараетесь удовлетворить их другим. Вот и все. В этом происшествии несете ответственность вы оба. И вы чуть-чуть больше только потому, что вовремя о них не заявили. Это можно исправить, это можно убрать, а можно учиться выражать свои желания максимально конкретно, максимально подробно, максимально в реальном времени. И вот тогда проблем у вас не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok